МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ То есть разложение предметов на составные части. Анализ требовал рассматривать вещи как законченные, данные вне связи с другими. Диалектика же требует исследовать явление, не исключая его из общей связи, не игнорируя его взаимодействий и взаимообусловленности. Диалектика – это наука о развитии и всеобщей связи, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Диалектика включает в себя объективную и субъективную диалектику. Объективная диалектика – это диалектика реального мира, природы и общества, объективной реальности. Она выражает беспрерывное развитие и изменение, возникновение и уточнение явлений природы и общества. Субъективная диалектика – это отражение объективной диалектики бытия в голове человека, в его сознании. Субъективная диалектика проявляется, например, в логике, во всеобщей взаимосвязи и развитии всех понятий. Как отмечалось ранее, основными принципами диалектики являются принцип всеобщей связи и взаимной обусловленности предметов и явлений и принцип всеобщности движения и развития. Ключевыми понятиями этих принципов являются диалектические категории – взаимосвязь и развитие. Напомним, что диалектические или философские категории – это логические формы, отражающие наиболее общие и существенные свойства, стороны и отношения предметов и явлений действительности. Философские, в частности диалектические категории, есть предельно широкие понятия. Взаимосвязь – это такое отношение между предметами и явлениями, которое характеризуется их взаимной обусловленностью. Всеобщность взаимосвязи надо понимать так – не существует изолированных предметов и явлений. Развитие – это закономерные, необратимые, направленные, качественные изменения. Различают восходящее и нисходящее, прогрессивное развитие и регрессивное. Восходящее – это переход от низшего простого к высшему сложному, а нисходящее – это переход от высшего сложного к низшему и простому. В истории философии сложились две противоположные концепции развития – диалектическое и метафизическое, или антидиалектическое. Эти концепции развития различаются между собой потому, как они отвечают на три важнейших вопроса, раскрывающих содержание развития в целом. Первый вопрос. Каким образом происходит развитие? Каков механизм развития? Диалектики на этот вопрос отвечают диалектическим законам взаимного перехода количественных изменений в качественные. Здесь развитие понимается как качественные изменения, а метафизики механизм развития связывают только с количественными изменениями – увеличением или уменьшением. Второй вопрос. Почему происходит развитие? В чем его источник? Диалектики на этот вопрос отвечают диалектическим законам единства и взаимодействия или борьбы противоположностей. Источник развития они видят во внутренних противоречиях самих объектов, поэтому для диалектиков развитие – это прежде всего саморазвитие. Метафизики источник развития выносят за границы самих объектов и видят его во внешней силе, во внешнем субъекте, в боге и т.д. Третий вопрос. Какова общая направленность развития? Куда идет развитие? Диалектики и на этот вопрос отвечают диалектическим законам – отрицание, отрицание. Они доказывают, что развитие имеет спиралеобразный характер. Метафизики говорят, что развитие имеет одноплоскостный характер, т.е. движение идет по прямой или по замкнутому кругу. Таким образом, ответы диалектиков на три указанных вопроса опираются на три основных закона диалектики и в совокупности составляют ядро диалектической концепции развития. А ответы метафизиков выражают суть метафизической концепции развития. Основные законы диалектики в систематическом виде впервые были рассмотрены Георгом Гегелем как законы развития абсолютной идеи. А с позиции материализма основные законы диалектики были сформулированы в марксистской философии. Чтобы понять содержание этих законов, необходимо рассмотреть в совокупности основных категорий, входящих в эти законы. Закон взаимного перехода количественных изменений в качественные. Согласно данному закону, развитие происходит путем количественных изменений, которые, переходя меру предмета, вызывают качественные изменения, протекающие в форме скачков. Содержание закона раскрывается с помощью следующих категорий – качества, свойства, количества, мера и скачок. Прежде чем ответить на вопрос, что такое качество, отметим, что выделяя из окружающего мира какой-либо предмет, мы основываемся на знании его определенности. Каждый предмет имеет свою определенность, которая, в свою очередь, имеет две стороны – внешнюю и внутреннюю. Качество – это внутренняя определенность предмета, его специфика, а также совокупность существенных свойств предмета, отражающих его коренное отличие от других предметов. Примеры разнокачественных вещей, допустим, камень и вода, животное и человек. Качество проявляется через свойства. Свойство отражает проявление отдельных сторон качества предмета во внешней среде. Качество служит интегративной характеристикой предмета, выражающей через совокупность его свойств. И оно зависит от состава предмета, его структуры, строения и энергетических характеристик. Например, алмаз и графит имеют одинаковый состав, но различную структуру. В результате они образуют разнокачественные кристаллы. Качество есть граница существования данного предмета – это лицо предмета, отличающее его от другого предмета. С качественной определенностью предмета тесно связана его количественная определенность. Количество – это степень развития свойств и пространственно-временных границ предмета. А та же его внешняя характеристика – качество. Количественная определенность предмета более или менее безразлична к природе предмета. Количество проявляется как число, величина, размер, объем, интенсивность и т.д. Количественные изменения предмета, то есть прибавление к нему или убавление от него вещества, энергии, информации, непрерывны до тех пор, пока они не перейдут меру предмета. Неразрывная взаимосвязь качественной и количественной определенности предмета выражается категорией мера. Мера – это характеристика предмета в его качественной и количественной форме. Она определяет те количественные границы, в которых качество предмета сохраняется. То есть мера – это тот интервал количественных изменений, в рамках которого еще не происходит коренного изменения качества. Так, мерой воды является температурный интервал от 0 до 100 градусов при нормальном атмосферном давлении, в пределах которого вода остается жидкостью. Качественные изменения представляют собой коренное преобразование существенных свойств предмета. В процессе развития количественные накопления неизбежно приводят к изменению качественного состояния объекта. И применительно к жизненным ситуациям Гегель говорил, состояние или действие, доведенное до крайности, превращается в свою противоположность. Можно еще вспомнить пословицу «лучшее – враг хорошего». Всякий переход количественных изменений в качественные называется скачком. То есть скачок – это разрыв непрерывности количественных изменений, дающий начало новому качеству. Это перерыв постепенности в развитии. Скачки бывают быстрые, медленные, революционные и эволюционные. Закон единства и взаимодействия или борьбы противоположностей. Согласно данному закону, противоречие выступает источником и движущей силой всякого развития. Противоречие – вот что на самом деле движет миром. И смешно говорить, что противоречие нельзя мыслить, утверждал в свое время Гегель. Основными категориями закона единства и взаимодействия противоположностей являются понятия. Тождество, различие, противоположности и противоречия. Единство и борьба – это две стороны процесса взаимодействия противоположностей. Тождество – это такое отношение вещи к себе, самой и к другим вещам, которые характеризуются совпадением сторон и свойств. Различают абсолютное и конкретное тождество. Абсолютное тождество предполагает полное совпадение всех свойств и сторон объектов. В объективной реальности абсолютное тождество не существует. Однако существует конкретное тождество. То есть тождество, включающее в себя моменты различия. Различие – это такое отношение вещи к себе, самой и к другим вещам, которое характеризуется несовпадением сторон и свойств. Различия бывают несущественные и существенные. Они могут переходить друг в друга. Из существенных различий вырастают противоположности. Противоположности – это различия, доведенные до крайности. Диалектические противоположности не существуют друг без друга, предполагают друг друга, взаимообуславливают друг друга и в то же время взаимосключают друг друга, находясь в борьбе. Примеры. Положительные и отрицательные электрические заряды северной и южной магнитной полюса, притяжение отталкивания, мужское и женское начало. Единство и взаимодействие диалектических противоположностей составляет противоречие. Любой объект включает в себя пары таких противоположностей, которые в процессе взаимодействия приводят к противоречию. Противоречие дает толчок к изменению и развитию предмета. То есть внутренние противоречия выступают в качестве источников движущих сил саморазвития самих объектов. Противоречия в процессе своего развития проходят определенные стадии, от зарождения до разрешения противоречий. Применительно к человеку это означает, что источником собственного развития является он сам. А значит он сам ответственен за все, что с ним происходит. Закон отрицания отрицания. Этот закон объясняет направление развития из последовательности сменяющих друг друга диалектических отрицаний. Основная категория закона это отрицание. Под отрицанием понимается переход объекта в новое качество, обусловленное развитием свойственных ему внутренних или внешних противоречий. То есть диалектическим отрицанием называется всякое реальное изменение, ведущее к переходу в новое качество. Диалектическое отрицание следует отличать от метафизического понимания отрицания. С точки зрения метафизиков отрицать это значит отбросить, уничтожить, игнорировать предшествующую стадию развития. Устанавливаемое на основе данного закона направление развития оказывается зависимым от цикличности как способа закономерной связи в цепи отрицаний. Каждый цикл отрицания состоит из следующих стадий. Исходное состояние объекта, его превращение в свою противоположность и превращение этой противоположности в свою противоположность. Условием действия этого закона является рассмотрение прогрессивного развития в аспекте отрицания, а признаком его действия является завершение цикла отрицания, когда обнаруживается преемственность между исходным состоянием объекта и его существованием после второго отрицания. То есть в процессе развития вслед за первым диалектическим отрицанием идет второе диалектическое отрицание. Это и есть отрицание отрицания. Второе отрицание приводит к завершению цикла развития. Таким образом, цикл развития, как правило, состоит из трех фаз. Начальное состояние, отрицание начального состояния, переход в новое качество, как бы противоположное начальному, и отрицание нового качественного состояния, переход в новейшее качество, как бы противоположное новому, а следовательно, якобы возврат к первоначальному состоянию, но на более высоком уровне. Далее трехфазность цикла может повторяться. Примеры циклов, например, в биологии. Зерно, стебель, колос. В философии наивный материализм, стихийная диалектика древних, механистический и метафизический материализм, и диалектический материализм. В целом, процесс развития принимает спиралеобразный характер. Таким образом, закон отрицания-отрицания характеризуется ярко выраженной преемственностью, поступательностью и спиралевидностью. Этот закон нацеливает на поиск соответствия между новыми и старыми научными теориями, требует бережного отношения к культуре предшествующих поколений. Закон отрицания-отрицания интегрирует все три основных закона диалектики и показывает их единство, так как диалектическое отрицание соответствует разрешению противоречия и качественному скачку. Все это разные стороны единого процесса развития. Знание этого закона помогает правильно оценить совершавшиеся изменения, дает критерий оценки. Современным научным выражением диалектики служит синергетика. Это учение о самоорганизации. Синергетика – это междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем. Ее основатели – бельгийский ученый Илья Романович Пригожин и немецкий ученый Герман Хакин. Система называется самоорганизующейся, если она без специального воздействия извне обретает новую пространственную, временную или иную структуру. Главное свойство открытых самоорганизующихся систем – это неустойчивость и нелинейность развития. Опираясь на это знание, синергетика предлагает следующее объяснение механизма возникновения порядка из хаоса. Пока система находится в состоянии термодинамического равновесия, все ее элементы ведут себя независимо друг от друга и на создание упорядоченных структур не способны. В какой-то момент поведение открытой системы становится неоднозначным. Та точка, в которой проявляется неоднозначность процессов, называется точкой бифуркации или разветвления. В точке бифуркации изменяется роль внешних для системы влияний, ничтожно малое воздействие приводит к значительным и даже непредсказуемым последствиям. Между системой и средой устанавливается отношение положительной обратной связи, то есть система начинает влиять на окружающую среду таким образом, что сама формирует условия, которые ее изменяют. Таким образом, система противостоит разрушительным влияниям среды и меняет условия своего существования. Синергетический подход позволяет ответить на вопрос, почему вопреки действию закона энтропии в мире царят порядок и организация. К тому же хаос понимается как особый вид регулярной нерегулярности и более не рассматривается как разрушительное состояние. Хаос созидателен, поскольку развитие и самоорганизация систем происходит через хаотичность и неустойчивость. Синергетика утверждает, что законы самоорганизации действуют во всем мире, на всех уровнях материи. Поэтому синергетический подход позволяет преодолеть разрыв между живой и неживой природой, объяснить происхождение жизни через самоорганизацию неорганических систем. Создатель концепции Илья Пригожин полагает, что синергетический взгляд на мир меняет наше представление о случайности и необходимости, трансформирует привычное представление о времени и позволяет иначе понять сущность энтропии. Синергетический подход постепенно вырастает из статуса междисциплинарного научного исследования и превращается в новую мировоззренческую парадигму. Что же касается значения диалектики в целом для познавательной и практической деятельности, то она состоит в том, что человек должен не избегать противоречий, а наоборот выявлять их и стараться разрешить. Также знание диалектики помогает сохранить человеку оптимистический настрой. Так, например, в трудную минуту можно вспомнить о том, что в мире ничто не стоит на месте и не удовлетворяющая нас действительность с помощью наших усилий может измениться к лучшему. А значит, и жизнь человека имеет смысл. Таким образом, мы рассмотрели две концепции развития, это метафизическое и диалектическое, рассмотрели основные законы диалектики и роль диалектики в жизни человека.